всем привет всем здравствуйте на связи анна горшанкова я очень рада приветствовать вас сегодня в эфире на сегодня уже мы плавными шажочками приближаемся к осени и сегодня будем делать осенние дизайны с новой коллекции осенних цветов я вообще знаете по цветотипу я теплая осень и поэтому все вообще осенние коллекции это просто вам вот one love forever я очень люблю эти цвета учебу эти оттенки очень для осеннюю тематику поэтому я думаю что сегодня что-нибудь мы с вами сделаем очень-очень интересным всем здравствуйте сегодня осенний дизайн из новой коллекции хантклаб ну что же давайте мы с вами уже перевернемся на стол и посмотрим что я вам сегодня приготовила что будем сегодня рисовать маску и начнем тут я положила еще свои сережечки для настроения сделала небольшие капельки чтобы они были у нас с вами на виду все цвета и конечно же вот здесь вот они как раз все представлены коллекция большая она занимает абсолютно всю коробочку потому что бывают нас такие коллекции которые поменьше цветов которых здесь прямо вот разгуляйся любой мастер как говорится так конечно же конечно же в любую любая осень нас ассоциируется с листиками да с разными листиками поэтому мы сегодня листики тоже поделаем будет нас эти как король осенних дизайнов ой мария привет очень рада король осенних дизайнов кленовый лист ну просто классика классическая да поэтому девчонки я думаю что не обойти мне стороной эту классику и все равно давайте мы его все-таки нарисуем но конечно же зная меня да если вы следите за эфирами мы не будем его рисовать каким-то просто обычненьким таким приобычники мы его сделаем немножко необычники так ну что погнали у нас еще вышли вот такие вот декорации это шармиконы я очень люблю шармикончики потому что ими быстро легко работать и очень легко предсказуемо показать клиенту какой будет результат до чтоб не было как в интернете в мемах ожидание реальность показать что будет в итоге итак первое что я сделаю это у меня будет мне хочется сделать дизайн посмотрим лучше с освещением первое что я хочу сделать это сочетание с мрамором вообще классно смотрится очень деление на разного рода геометрические фигуры и как раз когда вы делаете фон вы уже можете какое-то задать направление дизайну разделяя его на геометрические фигуры что я имею ввиду сейчас поясню вот например из этой же коллекции я сделала просто фон и он уже в принципе да это и слайдеры не получается рисовать именно кленовые листики хорошо что и слайдер да можно все заменить слайдерами но мы все равно сегодня посмотрим как их рисовать вот и смотрите здесь когда вы геометрии вот так вот дробите фон вы в принципе уже получаете плюс-минус готовый дизайн да ему можно просто дополнить например шермиконом каким-то геометрическим и дизайн готов там тем более что если то такие вот полукруги прямоугольники квадраты то они очень хорошо коллинируются вот с этой вот коллекции которая как раз геометрическая это мы возьмем сейчас в качестве компаньона оставим и второй дизайн второй дизайн как раз будет потемнее давайте возьмем для него вот такую вот основу сделаем где нас будет с мрамором он друг у нас будет с листиком тоже но с другим листиком покрываем фон такой графитовый прикольный а костного цвета задать для такого дизайна не получается рисовать именно каток для какого такого тань уточните не поняла для а для для геометрического ну смотря что вы хотите потом сделать то есть если например у вас вот такая дробление идет то лучше всего такие вот близкие цвета брать да то есть вот чтобы они были примерно в одном тоновом те диапазоне в одной тональности если вы берете уже что-то потемнее в какой-то части то нужно где-то это поддержать ну то есть в основном например если вы взяли какую-то такую штуку допустим сейчас мы прям чтобы не быть голосовыми по прикладываем да то если у нас есть вот такая уже активная какая-то полоска то мы должны где-то поддержать ну например вот такой вот черный белый вариант можно сделать и она или можно в резонанс пустить наоборот а вот так вот да тут будет у нас и черная полосочка и надписи геометрические фигуры либо можно например очень хорошо сюда пойдет золото с такой горчичный цвет он золотом очень классно будет сочетаться то есть вы прикрепляете например такие кружочки в светлую часть и она все уже собираются до анастасия про фокус я знаю очень тяжело смотреть тоже знаю к сожалению ничего поделать с этим не могу вот поэтому понимаю что это неудобно и неприятно ну вот так такие у меня почему-то в контакте истории случились и с этим никто не знает что сделать пока видимо я не поменяю телефон но тот телефон который бы я хотела стоит 50 тысяч рублей больше поэтому копим надеемся ждем как говорится поэтому я стараюсь застывать в одном положении чтобы вам понимать что я показываю вот потому что как только я начинаю хоть как-то двигать руками фокус начинает прыгать вот тоже прикольно вот здесь вот если будет полукруг 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 золотистый да и немножко таких темных вставочек то тоже будет прикольно смотреться все это вместе вот видите можно и вот сюда кстати прикольно тоже легла вот вы когда шермикон берете вы можете найти все искать положение более удачной до вверх вниз много всего посмотреть сквозь прозрачную такую подложку поэтому делите дробите и и и потом просто смотрите что из этого получается так а мы возьмем вот такой вот оттенок коричневатый старайтесь чтобы когда вы делите на геометрию фон у вас была ровная линия до дублируйте линию чтобы у вас стыки вот эти вот были ровными понятно что все это можно подвести поправить но лучше сразу делать чтобы оно было ровно и четко это такой вот кусочек сушим и вот тоже тогда мы разделили с вами и смотрим как это будет выглядеть да нужно где-то это поддерживать не нужно так и здесь давайте тоже сделаем вот таким вот полукругами разными это история прям очень нравится что хорошо когда вы пользуетесь коллекции когда вы пользуетесь коллекции уже цвета красиво подобраны по сочетаниям если вы например идете от темного фона к более светлым таким вот вставкам то смотрите обязательно чтобы у вас сначала было темное потом посветлее и самое светло оставляйте на потом тоже рисуем кружочки но посмотрите я их выглаживаю чтобы они пускай это будет например даже чуть-чуть овал но чтобы он был по краям ровным чтобы он был не рваный по краям тогда это будет всегда смотреться очень аккуратно даже если вы например случайно сделали они кружок овал все равно он должен по краям быть аккуратным геометрия она очень осени хорошо смотрится на мой взгляд очень подходит здесь более крупное деление я сделала с помощью кисточки прямо из флакона а более мелкие деления сделаю уже кисточкой отдельно например старайтесь если вы тоже рисуете какую-то геометрическую фигуру то обозначать вот здесь вот уголочки да и более четко и его провисовывать выглаживать так здесь также продолжаем рисовать кружочки теперь я беру более светлые оттенки да если брать всю коллекцию то я взяла вот эти два и вот эти два они еще чуть-чуть посветлее и мы можем дополнить ну конечно же их можно еще и между собой смешивать да получать новые цвета новые оттенки очень красиво получается когда вы делаете разномасштабность подскажите пожалуйста как правильно сочетать цвета между собой здесь нет однозначного ответа потому что есть сочетание разное есть сочетание например очень гармоничные между собой да самое простое что вы можете сделать это взять один цвет и его затемнить и разбилить то есть либо взять его и похожий на него темный и похоже на него светлый например и они между собой будут идеально сочетаться то есть вы берете по сути один цвет только чуть затемненные чуть разбили тогда пожалуйста у вас будет идеальное гармоничное сочетание а вы можете например взять и сделать наоборот вы можете сделать сочетание более яркое более сочное более такое броское и взять например наоборот полярные цвета пример полярного цвета например фиолетовый и оранжевый это тоже будет гармоничное сочетание но оно будет другого рода сочетания то есть здесь понимаете какое правило есть при сочетании цвета но лучше всего чтобы этих цветов было не больше трех потому что больше трех цветов очень сложно сочетать в одном дизайне то есть лучше всего брать три оттенка плюс черный и белый и смотря что какого эффекта вы хотите добиться то есть если вы хотите например добиться спокойного эффекта то вы берете два цвета родственных либо один и тот же цвет в одном виде он будет разбеленный а в другом виде он будет затемнен если вы хотите добиться какого-то яркого сочного летнего например дизайна вырви глаз то вы берете цвета абсолютно разные допустим это у вас будет там фуксия и бирюза да либо вот фиолетовый оранжевый например желтый голубой и тогда у вас будет другого рода сочетание то есть здесь ответить на как правильно сочетать цвета очень сложно потому что непонятно в какой какой вы хотите добиться эффекта ну вот если спокойствие то они должны быть близкие по тону близкие по цвету если вы хотите добиться какого-то яркого эффекта то они должны быть полярные например самое хорошее что вы можете сделать и самое такое знаете быстро скоростное это пойти например куда-то в поисковике например в пинтерест и забить цветовые сочетания поисковик вам выдастся огромное количество палитр в которых вы найдете огромное количество сочетаний и соответственно вы берете наиболее вам близкие по духу потом не знаю по задаче и так далее и вы их сочетаете вот это будет знаете самое классное для вас упражнение если вы не понимаете какой цвет брать возьмите готовые и сначала прежде чем фантазировать начните просто копировать эти палитры и тогда к вам придет насмотренности понимания как что с чем выглядит когда к вам придет насмотренность вам придет и понимание как лучше это вместе друг другом соединять вот как то так то есть пока у вас нету насмотренности в данном вопросе вы будете плавать потом у вас знаете уже будет выстреливать на автомате у вас будут уже просто готовые сочетания которые вы запомните и вам например клиент говорит хочу что-то розовое а у вас в голове все сложилась схема что можно с этим сочетать какой еще гель такой же жидкий как монофаз пожалуйста очень гель такой же база база классическая тоже достаточно жидкого то медиума тоже достаточно жидкого ты ну допустим изюмом изюмом мне нравится очень по консистенции тоже очень хороший на мой взгляд но тут надо смотреть тоже знаете вот однозначного ответа так сложно давать девчонки потому что потому что не то что там я вредная женщина а потому что просто иногда то что для вас например кажется жидко жидким для меня это там супер густо и наоборот ну то есть бывает что на вкус и цвет все фломастеры разные знаете как говорится бывает что для вас например очень очень густое для меня это очень жидкое наоборот и так далее ну вот мне например по работе очень заходит изи ван я обожаю это однофазник он на мой взгляд просто по консистенции вы для меня вообще идеальный так но я пока болтаю вы поняли что я делаю да я подбираю шарми кончики разные эти у меня например вот здесь горчичка здесь пошло золото в принципе по сути тоже горчичка давайте просто фокусировалась лучше по сути тоже горчичка только она будет у меня блестеть да и у меня пошли круги 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 и соответственно такие же круги я вот хочу здесь повторить так а здесь а здесь а здесь а здесь мы давайте с вами еще сделаем вот такую штуку давайте серебристую у нас серенький пошел до серенький пошел и сделаем тут серебристую такую штучку иногда у меня несколько вариантов голове у меня есть как бы костяк дизайна который я хочу делать но я его по ходу действия мыслей могу и переделать иногда вот подставляешь шармиконы и что тебе приходит еще в голову еще очень интересно так что мы делаем дальше дальше мы берем вельвет топ и мы здесь мы сделаем вельвет топом принципе под шармикон если бы я знала окончательно где он у меня будет находиться я бы сразу могла сделать вот это вот просто промазать локально да чтоб прикрепить но так как я просто сочиняю по ходу действия частично я все покрыла все понятно просто необычно красиво спасибо спасибо вам кать большое так здесь хочу сделать знаете чем я скажу хочу здесь сделать вот таким silver drop top люблю эту штуку потому что даже если вы однотонный покроете цвет таки так таким топом во первых он густенький мне он этим нравится люблю густые топы во вторых он видите с такими частичками что можно уже ничего принципе не сочинять уже все сделано за вас вот можно их просто распределять там где вам нужно и получается прикольно очень всегда так что мы будем делать акварелька да причем акварелька смотрите она может быть вообще непрофессиональная вот это прям акварель из магазина магазина который не художественный а просто обычный масс-маркет в котором продаются продукты на этом есть например канцелярский отдел для деток и вот собственно акварель за 100 там с чем-то рублей вот она у меня сейчас перед вашими глазами лежит какой кисточкой рисую рисую кисточкой рисую кисточкой вот этот вот красный сополь это у нас к м3 есть к м3 и водичкой все больше ничего не надо так и вот здесь мне хочется сделать мраморную такую вставочку вот этой части в серенькой принципе она и и без без мрамора нормально все смотрится нам бы хочется чем-то по интересным порисовать знаете когда вот на дизайны смотрите вы можете в принципе понять где бы вы например остановились в данном дизайне да может быть кому-то вообще не нужны эти там листья осенние безумные и кто-то просто возьмет и сделает вот такую вот мраморную вставку и уже все будет классно акварель классно тем что и можно делать разные такие вот эффекты растяжек очень быстро и в принципе сейчас вот по клубу да мы еще ведем клуб арт-клуб становится понятно что вот эта техника акварельная она очень многих получается прям чуть ли не с первого раза а самое главное если среди нас девочки есть кто например новичок и вам допустим сложно еще приобрести много цветных материалов финансовые или что-то вы можете уже начинать рисовать и что-то делать с помощью аквареля разноцветной даже если у вас например палитра цветовая еще не как у мастеров которые уже там 20 лет отработали когда уже стоит все что хочешь на любой вкус и цвет и уже непонятно куда это все складировать то есть тут еще есть такой момент что вы можете таким образом расширить спектр своих услуг вложив 200 рублей и это очень круто да делать уже дизайн хотя можете в этом практически ничего не вкладывать вы можете также например вот на этом этапе закончить повторюсь то тоже будет такой более лаконичный дизайн смотря какой у вас запрос от клиента на что-то более ярко и насыщенное либо наоборот на что-то более такое спокойное так это мы сейчас отложим чтобы у нас подсохло потому что акварель очень важно высушить качественно на воздухе очень важно если вы плохо подсушится то восток весь потом съежится так что будем делать здесь здесь будем рисовать листик смотрите я беру нашу текстурную пасту она без остаточной липкости паста и очень очень клевая по консистенции я вообще просто от неё на самом деле в дичайшем восторге очень мне нравится не работать и сейчас мы будем делать листики и листики эти будут объемные они будут знаете как такая 3d наклейка или 5d наклейка особенно кто любит наши например наклеечки да но вам например тяжело с ними работать либо клиенты их допустим умудряются как-либо отковыривать выколупывать не знаю все что угодно вы можете работать вот так вот с текстурными пастами и у вас тоже будет эффект таких вот как будто 3d наклеек я беру текстурную пасту я начинаю рисовать листик можно себе чтобы каждый раз не лазить чтобы быстро высылать и тут наоборот очень прикольно когда все это знаете такое вот как мне напоминает это паста масляные краски на самом деле когда они такие вот знаете каждый мазок фактурный и так интересно получается ими очень такие живые рисунки можно сначала нарисовать листик например а потом к нему добавить какие-то вот такие вот прожилочки можно и без прожилочек это уже знаете как вам захочется как у вас фантазия вам подскажет и смотрите что мы сейчас можем сделать мы можем взять и начать рисовать его потихонечку то есть вот смотрите если вы присмотритесь вот здесь у меня сейчас сложилось очень красиво как будто прожилки уже то есть будет знаете эффект такой лепки вот так вот я сделала и пошла вот так вот к серединочке мазками собирать вот эти вот прожилочки видите как легла краска то есть она мне сама уже нарисовала и свет и тень и здесь там уже я почти сейчас не говорю потому что рисуем почти не дышу вот у меня получился листик который уже в принципе света тенью обладает так здесь у меня подсохла акварелька сейчас мы протрем кисточку вытрем от фактурной краски и я еще хотела здесь сделать черным но я тоже сделаю поверх так все мы перекрываем опять же вельветов гелем под прозрачкой тоже бы красиво смотрелось мне кажется потом может быть выделим серебряный элемент прозрачным теклассом или праймом праймом мне больше нравится выделять он погуще вот получился у нас такое очень легкий мраморный эффект я не хотела тут прям сильно что-то выделять час я листик когда нарисую посмотрим может быть черненького так чем можно разукрасить наш листик очень хорошо все это разукрашивается с помощью м-пасты м-паста у нас краска гель ва без остаточной гибкости в принципе вы можете что еще сделать вы можете даже в пасту фактурную попробовать добавить немножко гель лаков она конечно сразу же станет не такая густая потому что она сама по себе густая гей лаки они пожиже и вы можете разукрасить с помощью вот такой вот смеси можете разукрасить с помощью просто гель лаков то есть просто как в разукрашки я сейчас взяла 430 в чистом виде 430 и просто втирающими вот такими движениями разукрашиваю чтобы придать оттенок моему листику потому что я его использовала вот здесь вот чтобы сделать элемент такой кругленький и смотрите у меня вот здесь вот такой элемент я внизу использовал этот цвет вот здесь у меня такой элемент цвета сейчас я добавлю вот сюда чтобы у меня перекликалась да и здесь у меня вот такой элемент розовый теперь этот цвет розовый 425 добавлю наверх так же чтобы у меня перекликалась видите весь дизайн получился достаточно гармоничным да потому что мы использовали цвета те же которым мы делали вот эти цветные вставочки слушаем так что мы делаем здесь здесь мы делаем то же самое я беру фактурную пасту буду рисовать час кленовый листик сначала очень важно наметить какой он будет у него обычно 5 лучиков у листика кленового я думаю что начало у меня будет здесь он будет у меня достаточно основным таким элементом и вот это будет у меня основной лучик здесь у него будет центр который будет сходиться все лучики дальше у него идут лучики смотрите очень часто делают какую ошибку когда рисует кленовый листик очень близко делают вот эти два лучика лучше сделать их немножечко подальше допустим вот так и от них еще отходит два маленьких по сторонам вот наметили и теперь прорисовываем самое главное чтобы у нас вот здесь вот не скопилось очень много всего например начали рисовать от тоненького нажали на кисточку и увели серединку также здесь тоненько нажали и увели в серединку нажали и увели в серединку вот распределили теперь добавляем добавляем вот здесь вот по бокам и уводим также в серединку главное не вот сюда уводить потому что иначе у вас вот здесь сольется будет очень много всего перестанет листик быть сильно таким вот изящным берете и добавляете и опять же видите за счет фактурной пасты получается у нас уже таки такая вот светотень красивая обрисовали первую теперь также вторую получается как бы рельефная такая лепка он получается очень такой живой немножко выпуклый больше всего мне в этой краске нравится что она на ощупь очень мягкая то есть в ней нет того же такого что она потом знаете цеплючие царапучие очень мягенькая вообще не царапается нам на последних на маленьких много не надо лучиков буквально вот три штучки привет всем привет девчонки кто присоединится у нас сегодня осенняя тематика и вот здесь теперь дотягиваем то есть все здесь любят разные листики кто-то любит что здесь пошире было кто-то поуже я вот люблю что здесь было не очень широко чтобы здесь было так изящно чтобы он был такой поглубже можете написать последовательность но смотрите в комментариях сейчас я не могу написать к сожалению потому что я рисую вот вы просто потом записи пересмотрите с самого начала и восстановите всю последовательность я думаю без проблем вот еще очень классно что в этой пасте она вообще не растекается то есть видите я поправляю что-то тихонечко рисую да то есть нет такого что она взяла и куда-то у нас побежала потекла утекла и вот как я рисую так она и остается все слушаем все это так что мы можем дополнить в листики да вот в этом красивом пастельного такого оттенка что я могу у нас видите вот такого цвета был фон графитового да мы можем взять и той же кисточкой тихонечко у нас здесь выделены выделены тени от прожилок и светлые части мы можем испачкать кисточку но прямо вот вообще чуть-чуть 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 чтобы она еле-еле было в гейлаке и мы можем где-то подчеркнуть эти тени усилить их немножко где ваши шикарные ногти девчонки вы меня сегодня поймали в том моменте когда у меня переходный период из одних ногтей в другие вот поэтому сегодня я без ногтей вообще я их полностью сняла и как раз вот буду делать на днях новые ногти и еще мне было важно очень девочкам участницам клуба показать как можно сделать фотосессию для своего контента в соцсетях без участия клиента у нас есть там такая тема мы учимся делать фотоконтент учимся делать контент для своих соцсетей и я читала очень классную лекцию по поводу того что ваш контент в соцсетях он не зависит от того что у вас есть клиенты или нет клиентов особенно это актуально для кого для тех кто начинает до для новичков для новичков больная тема у у них замкнутый круг я хочу больше клиентов хочу привлекать их через соцсети но мне нужны фотографии работ а возможно они у меня еще там не совсем совершенные какие бы мне хотелось и поэтому где взять клиентов если клиентов меня нету соответственно фотографии работами тоже нет все круг замкнулся занавес поэтому я им делала у нас сейчас там тема ван гог тема ван гог и я делала девчонкам урок снимала как сделать классное портфолио без клиентов и дело себе вот такие вот ногти ногти это сделаны по ван гогу под типсы подобраны под мои ногти на на руках и сделана фотография вот и поэтому мне пришлось снять еще ногти для того чтобы снять этот урок девчонкам чтобы показать как подбирать типсы и как сделать так чтобы это было на фотке незаметно ну и опять же вы потом можете это взять и выставить где-то у себя на планшеточке чтобы уже клиенты видели что это не просто фотография что это не фотошоп что это вы сами рисовали но и представление имели как это выглядит на руках да вот такие фантазийные ногти у нас там много фантазийных работ и поэтому сегодня без шикарных ногтей сегодня шикарные ногти отдельно ух ты красиво спасибо большое да там вообще у нас очень классная тема с ван гогом там катя мершниченко показывала очень красивую работу и вот еще захотели сделать вот другую картину так ну что тоже разукрашиваем начинаю гейлаками разукрашивать также 430 сейчас опять же да к вопросу о сочетании цветов в дизайне вот смотрите мы уже за вас в принципе все здесь посочетали до всю коллекцию подбираем не просто так подбираем цвета которые между собой будут красиво тоже сочетаться поэтому когда вы в рамках коллекции работаете принципе ошибиться очень сложно потому что все цвета очень между собой гармонично разукрасили все поняли самое главное вот эту подложку нарисовать да а тут вы уже можете разукрашивать как угодно можно и желтым его оставить можно оранжевым добавить самое главное потом не забыть девчонки перекрыть это все топом да вот в моем случае это будет вельвет топ гель и я просто промажу мой листик вельвет топ гелем чтобы он был у меня матовый здесь нужно не залить все прям знаете с толстым толстым слоем шоколада а именно промазать чтобы у нас осталось вот это вот ребристость красивая даже если вы густенько промажете то все равно у вас вот эти все эффекты света тени эффекты света тени они все равно останутся вот так хорошо сейчас видно я еще как обычно сфотографирую потом на youtube будет на обложке такая здесь пастельная осень получилось так а здесь мы возьмем сейчас вот такой вот коричневый который вот здесь вот и им тоже разукрашиваю что нам тут нужно разукрасить нам нужно обязательно отметить начало куда у нас приходит листики все точнее лопасти у листика и к нему подвести все наши стороны также можно чуть-чуть здесь обозначить где заканчивается чтобы насильником у нас не терялось просто так вот подкрасить как бы это немножко тоже сфокусируется вот свечи то еще учет где же тебе понравится вот на такой сделали просто оттянили немножко так сейчас тоже подсушим и также разукрасим разукрасим промажем вельвет топ гелем чтобы он не блестел можем наоборот что блестел ну что праздница была между например фоном и допустим элементом нашем виде листиком здесь у меня фон тоже вельвет топ гелем поэтому в принципе я просто вот так вот затыкиваю все чтобы не избавиться от липкости и чтобы уже все окончательно зафинишировать так и здесь я возьму еще напоследок м посту черную до черную смола им постам и возьму кисточку линярный 50 к л 50 и сейчас еще мы тут дополним наш раморный эффект немножко можно опять же повторюсь можно и так уже оставить так тоже красиво все смотрят можно и дополнить тихонечко я очень люблю им посту кто меня давно смотрит я думаю что вы знаете всю мою любовь к этому материалу часто дополняла дизайнерей здесь конечно мы уходим немножко от супер нежности да и и наоборот почетче что-то делаем ну тут опять же повторюсь здесь на ваш вкус и цвет то есть может быть наоборот вы преследуете цель сделать более нежным дизайн тогда этот этап который я сейчас делаю конечно же лучше пропустить делать если вам хочется поярче то я вот например люблю почетче поярче супер конечно вырви глаз ну вот четкость я люблю такую меньше у меня дизайнов таких прямо легких романтичных и нежных больше графичных и поэтому я говорю что это возможно не всем подходит тут уже сами выбирайте что вам больше нравится ну либо какой у вас у клиента запрос такой второй день получился это все нужно подсушить в лампе но резюмируя наш сегодняшний осенний такой вот рисовальный эфир да вот такие у меня получились из коллекции дизайны коллекцию мы сегодня работали hand club напоминаю давайте красивый натюрморт разложим все это мои сердечки которыми сегодня вдохновляли ведь поэтому такой немножко романтично все получилось вот такой вот можно еще деление сделать рядом в качестве компаньона ну и конечно же всегда актуально однотонные ногти когда вы делаете такие вот ноготочки до изобилующие дизайном то однотонные ногти тоже очень актуальны актуальны также всяческие переходы градиентики ой да кстати у меня есть здесь такой градиентик интересный но он из коллекции на прошлогодний осенний вот ну тоже можно и градиенты и градиенты с френчем френч можно делать не белый можно делать какой-нибудь другого цвета да ну тоже очень мне кажется интересно бы смотрелся как раз в качестве вот такой вот разбивки геометрической необычный и как компаньон с такой надписью поперечный тоже прикольно бы я думаю зашел такая получается осенний уже полноценный сет такой получается геометрия с листиками вот листики получились очень необычные давайте сейчас я попробую вам показать надеюсь что у меня камера сфокусирует вот такие получились листики и они у нас немножечко барельефные то чуть-чуть сейчас попробую сфокусироваться вот эти меня чуть-чуть барельефные вот видно сейчас они меня чуть-чуть барельефные и конечно же вот этот мазок который делает паста фактурная она тоже дает вам ну как бы в помощь в том чтобы сделать уже со света тенью особенно вот для тех кто не сними ну не не соображает до конца где нужно расставить тени делая вот такой вот мазок барельефные она уже сама собой делает светлые прожилки темные прожилки вам в принципе даже достаточно одним тоном покрасить одним цветом чтобы у вас получились уже такие вот живые листики такие вот сегодня у нас интересные варианты получились ну что девчонки я желаю вам теплой уютной осени с только положительными эмоциями событиями и дальнейшими воспоминаниями мы будем еще не раз работать на осеннюю тему сегодня у нас такой первый шажочек осень вот поэтому я вас всех люблю обнимаю каждую спасибо большое за то что присутствовали в эфире надеюсь что вам понравилась наша новая коллекция и надеюсь что все дизайны которые я сегодня показала помогут вам может быть освежить какие-то идеи потому что они вроде когда и такая тема излюбленная листьев но сегодня мы ее немножко по другим ключом посмотрели и попробовали сделать более такой вот интересный необычный мне очень понравилось то что у нас сегодня получилось надеюсь и вам также пока пока до встречи новых эфирах а